Добрый вечер, Гомель! Уже не первый раз в нашей программе мы рассказываем деревенские истории. Ну, конечно же, это не случайно, потому что материал очень интересный, креативный. Сегодня для наших людей деревня – это территория пусть непростой, но очень интересной работы и достойного, кстати, заработка, а еще душевного комфорта, вдохновения и творчества. Чем вас, уважаемые телезрители, привлекает деревня? Что нужно сделать для того, чтобы на селе оставалась молодежь? Мы работаем в прямом эфире. Звоните, пожалуйста. 34 22 43 номер нашего телефона, а также вы можете отправлять свои сообщения в Вайбер. Номер вы видите на экранах. Сегодня Давыдовы из деревни Борщевка – семья очень известная, кстати, не только в Добружском районе. Молодые, активные, креативные победители областного и призеры республиканского конкурса «Властелин села-2017». Став вторыми, они не сомневаются, что следующий семейный старт обязательно приведет их к победе. Давыдовы, добрый вечер, проходите! Ну и молодцы, ну и молодцы. По-русску, по-белорусску як почнем? Ну давайте попробуем по-русску, а потом, коли что, пероидим народную белорусскую. Дякую им, что вы приехали. Спасибо, что вы приехали. Сколько километров преодолели? Видите, прикладно, 60 или 70. Коля 70. Вы завсёды по-белорусску, Андрей? Завсёды по-белорусску, а ещё могу по-борщовску. О, а чим по-борщовску? У ясковых взносинах, да. А на русской мой ветяжковато. Заразумела. Ну давайте будем тады я с Татьяной, может, по-русску, ци по-белорусску. Як отрымается? Давайте, як отрымается. Так. Ваша деревенская история счастливая? Безумовна, конечно. А у чим счастья? Счастья не в золоте. О, не. Счастья в житти. Ось вязковым. Такое, яку оно и есть. Просто вязковое життё. Но я ведаю, что вы народили сел Баршовцы? Не, на самом реч, я с Добрушского района родом, только не с Баршовки, а с вёстки Демьянки, якая на полночи района знаходится. Она выселенная у вынику аварии на Чарнобыльской электростанции в 86-м годе. А Таня? Я с Чечерской района, Гомельской области, вёстка Меркуловича. Я родом оттуда, там живут мои батьки. Я ведаю эту вёстку, добро ведаю. Почему вы никогда не променяли бы деревню на город? Чему вы никогда бы не променяли вёстку на город? Не променяли бы и не променяем, да. Ну, тому, что народились, по-первых, у вёстки, уже в лёстках и выпал, что народились у вёстки. Батьки так само вёстковые. Вучились в школе, наставники наши. Потом всё потихонечку, по чарзе университет. Это ты самые головные люди, ты люди, с якими мы жили и размавляли. Селяни, это працованные люди, які працуют на земли, а працовывают я. Я зрозумела. Я, вось, гляжу, и дачушка ваша. Галочка. Галочка. Скажи нам, коли ласка, у микрофону, яким классе ты вучишься? Во втором. Во втором. Ну, а зараз я задам яшчё одно пытание. Ты поспробуешь отказать, так? Вось, мама и тата, и ты. Тольки одной чыл конкурсе удельничали, ти шмат разол? Ну, много. Много. Вось так. Такие актывные, креативные. Что дазваляя вам быть такими цудовными, актывными и креативными? Что? Татьяна, ты будешь отказывать? Ну, я не веду. По-перше, мне здаётся, что гармоник наш, и он нам заусёды допамагает. И в домашних справах, коли семейные у нас гульные некие, мы сбираемся святые, так само заусёды он знамя. На гулянку у нас без гэтага не проходить. Погэтам у нас заусёды весело, заусёды цікаво. Погэтаму, коли пазвали на некий конкурс, то нам... Я хочу сказать, что это ж не только гармоник, я ж ж ж бубен ёс. Галочка, принесе ягу, коли ласка. Ё, бубен ёс, чем не господарка. Так, так, всё ёс. Ты играешь на бубни, не? Не, не, ну покажи, ну хотя бы ты же умеешь. Присядь, коли ласка, присядь, поспробуй. Ну, побей. Постук, ребят, не бойся. Ну-ка, пару разов. Ну-ка, колокол. Коп, колокол, поиграй. Всё, вот так, молодец. Суду, нам можно на стол покласть. Бубен-помочник. Самый лепшый помощник, так, в доброй справе. Хто вы по профессии? Ну, Галочка, я зразумела, ўжо вученицца другого класса, а вы? Мы ў двоих працюем ў одной станове. Муж настаунік, Андрей. Я так сама настауніцца беларускай мовы и література. Ле я ще трымала другую адекацію дефектолах. Погэтамо працюю па основной ўжо як дефектолах. А я только хотела сказаць, відаць ў вас вялікая школа ў баршоўцы. Што ў нава два настаунікі беларускай мовы. На самой справе школа невялікая. Школа маленькая, базавая ў наш школа. І ў гэтам я так сама лішу, што праўлема. Хателась бы, каб я натрымалася, каб молодць была ў вёсцы, і школа будзе вялікая, калі молодць будзе заставацца. Не, школа звычайна вязковая, базавая школка. Заразумела. Не з вялікой колькацтю дзей. Я, вось, мы тут прыгатавалі невялікі сюрпрыз. Ну, прыемныцца, не прыемна, спадзяюся, што прыемны. Я ведаю, што вы аматоры телевіктарыны, размауляем па беларуску. Мні асабіста прыемна гэта чуць, так? А нам як асабіста прыемна. Ну, я ўжу запрашаю вас на адзін записаў программы. Прыедзіцца? Абавязкова прыедзім. І паудзенчаім, і пераможым. Паколькі ў нас абавязковы іспыты для тых, хто хоча. Трэба іспыт прайзі. Я прапаную вам зрабіць вось ў гэтай студы. Зараз на екрані будуть з'являцца выявы прадметаў беларускага быту. Ці падрыхтаваўся наш режісёр, мы зараз даведаўся. Літоральна праць хвілінку другую. Ну, а мы паглядзім. Ці спрабавалі вы, хаця б ці трымалі їх ў руках гэтая прадметы. Ну, што ж, пачынаем. Давайте глядзець. Першы на екрані будуть з'являцца. Так, ну, пакуль, што рыхтуецца да ефіру гэты матыр'ял, скажыці мне, калі ласка, вось вы ведайте, што такое пранік? Канечне, ведаем. А якже? Ё у мене нават ёсць ў господарцы. Я вам расскажу, што ём раблю. Так, говоріце, што вы робіце? Рані гэтым пранікам лён мялі, так? І бялізну пралі, так? І бялізну выма, кабына не камечыласе. А зараз я, калі, за свого агорода з госпадыні зберем квасулю, ўсю квасулію, мы яе не лучшым, час марна не тратім. Мы зберем і высушим добра, паложым ў мех або якуй-небудь анучу скрутім, і гэтым пранікам добра ад пранім яе. Паучім агэтаму. Потім высыпаем бубкі особна, шалуха особна. Чакаем ветра на гана двор'я, калі ветер падыміться. Выходям на вольнае місце і веям. Бубкі знову особна, шалуха знову особна. Памочник пранік. Наш режиссёр подказывая, что вы ўжо прайшли іспыт. І вы допущены до телевіктарыны, размовляем па беларуску. Так, што працягваем наше пытанні далей. Што, як на вашу думку, з чаго складываюцца добрые адносіны ў сям'ї? Ну, здаецца, мне здаецца, што сумесная працца. Мы разам ходім на работу ўсё одну аддукацію. Пачнём з гэта. Потім за ўсёды сустракаем нашу карову разам. З нами дачушка таксама гэта робіць. Так. Разам ходім яй даїць. Али у нас вось тата даюць карова. Мы з дачушкай наглядаем, проверяемці. Правильно он гэта робіць? Мух можам падганяць тату. А, вось як. Да, мы таксама просто не стаім там. Вось, али тата ў нас ўсё гэта сам робіць. Дома мы таксама разам гэта робім ўсё. Ну, не ведую і на гратках, і па господарць ўсё. У нас, дарэч, ёсць відеаматыр'ял таго, як, колькі, з дапамогай каго і чаго вы ўправляецець. Можыцца нам камінціроваць, калі ласка. Ну, гэта ось бачылі піч наша, сапраудная. Гэта гасподарка, двор наш. Сваразам так заусёда, да. А то можа хто ішчэй не верыць, што вы ў башку? Не верыць, мы ў контакте. Хай приедуть паглядзяць. В контакте бачылі коментарі. Ну, запрашайте, а не верыць. Раскажыцца. Запрашаем от да нас ў вёску, каб пабачылі не толькі, гэта як ось кажуть, на картінкі па телевизору, а ле пасмакавалі, а чулі гэта на сабе. Прыезжайте і хаця б адны суткі пажыць з нами, такім темпам, якім живім мы. Ну, я так разумею, што гэта вы не жартом гавурыць. Не жартом, да абсолютно сурьозно. Кабы сто разов лепш, чым сто разов пачуч, треба адзін раз пабачыць. Добра, я такоя провакацыйнае пытання вам задам. Вы скажіце, галачку сваю адправіці ў горад, як вырасте? Ці сама будзе выбіраць? Канешне, будзе, па перше, сама выбіраць. І ў горад тут жыцьо так склалася, хочеш, не хочеш, треба, кабы аддукацію атрымаць, і абы дабіцца нечага, паедзе. А потім яна будзе вырашаць, як вот гэта, мы рабілі, таксамаж, былі ў гораді, п'ять год навучання ва универсітэці, а потім знову вернулися. І пазнайоміліся ва универсітэці? І пазнайоміліся ва универсітэці. Гармонік пазнайоміл. Бубна тады яшчы не было. Бубна тады яго не было. Гэта ўже новы. Набыли сумесна таксамы. Скажыць, калі ласка, ці хапаяч шасу для справы, для душы, для рук майстра? Хапая. Вось гэта все, чым мы живем, што мы робім, гэта ёсь справа да душы. Калі працюеш і атрымліваеш ад гэта асалоду. А сапрауды асалоду атрымліваець? Сапрауды. І бачыш, вынік ад гэта працы. Вынік. Добра, ну не увіжжа час за коровами, за курами, спечу. Ёжжа і нешта для душы? Ёсть. Што? Сядім, сядома, іграєм на гармоніку. Можем співаць пісні. Ходім у наші вісы, родні наші шмат. Батькі жыў, дядькі, теткі, бабулі. І от адзін даднаго там таксама адпочываєм. Займаємся. Яны зараз абзываюць апладыцьменты. У студы і падтрымліваюць. Дякую. Татьяна, може вяжець, шыець, што-небудь? Ну, вязаць умею, гэта так. Вось у нас кофточка Галіна праехала. Ну, мы я зняли перад ефіром. Вось гэта я сама звязала я. Ну, вышаваць так не вельмі. Больш, мне падабаецца, больсь, вось, па гаспадарцы, у агороді. Мы разам ёй капанійчам. Территорія творчасті. Такая, да. Більш вось на вулице. А Андрей? Чым займаємся, так? Так. Кошіки плятся. А крамя... А, кошіки. Кошіки гэта... Усім, чым неапходно, да. Кошіки плятём. Вось... Ну, давайте пройдзім туды гэтую зону. С галочкой, обовязково с галочкой? Да, это моя памочниця, буду помогать. Ну, і што займаємці місце, калі ласка? Пакажіце, што ды як? Сідай, што ды. Тихонько. Ну, гэта ось звычайны вязковы кошык. Я так іх называю грубы. Грубай работы. Ніякі там не ювелірні, які мы бачім на базарах, такі от прадаюць там, як для упрагожвання. А звычайны працьовны, работяга, трудяга. Пасадзіць, скапаць бульбу, посадзіць бульбу. А ў грыбы спайзти? І ў грыбы можна пайзти. І можна, хоч він такі маленькі, але ложіць шмат грузу він витримає. Пятнадцять кілограм і двадцять витримає. Ну, мені падаєцца, калі галочка була малая, можна було і галочку посадзіць. Вільми можна, да, да. Ну, пакажіце, як што робіце. І, дарычі, колькі часу треба, каб сплісті такі кошык? Часу треба небагато. Так, калі заготовлены матеріал, ёсь лаза, все, садзіць ад пачатку работы до конца, ну, не дзе годіна. Ну, годіна пятнадцять, палтары не бывая, годіна. Ось, зрабів гэтае дугі, повставляв гэтае ребры, все, скрапів паміж сабой гэтамі вочками, так я їх называю. І все, береш пруты лазовы і пачынаеш заплятаць. Ань, лі, ёсь жа ешчы умова, трэба такую дачушку прыгажу немець, памочніцю, правда? Тады справа... Да, тады справа... Калі я ўже сев прыкіпеў, да, то то я падай, то гэта паднясі. Ну, тады займайціся, а мы паглядзім, як што. Добро. Дзякую. Татьяна, вільми пахне. Вось гэта, я не вядаю, печыва, скажым так, печыва ціне, як гэта называюцца? Так, гэта сами гатавалі. Тиматуля да памагала? Не, сама, сама. Рассказать рэба, расскажете, поділіціся, і для кагу пяклі, дарэчы? Ну, па-перше, ў нас дачушка, яна не вельми гэта любіць. Яна не сладкаешка до нас, пагадаму ніяким тортам я нічим гэтым не здівіш. Пагадаму гэта ўсё заусёды выпякаецца вось для мужа. Муж выпякаець? Не, муж любіць есць толькі. Выпякаю я сама. Мужу не макалі, я му тарабы і корову падаець, манкоші кінаплісті. Пагадаму ўжо з дачушкай більші по домашніх справах я займаюся. Ну, рецептом поділіціся. Рецепт – стакан сахара, стакан сметаны, соль, сода, пол чайной ложки, не нужно гасить. Яйцё. Яйцё в тесто не надо. Мука – 4 стакана. А начинка – домашній творог, у нас своя корова. Уже понятно всем было, да. Усё, окрамя муки і соды, я так разумею. Усё дваю, да. Усё статня сваю. Яйка вось, творог і цукар – гэта начинка. Ну, шановны госпадыні, вы запомнілі рецепт. Менавіта тады, калі ўсё зробіце злюбою, з допамогай дачушкі і мужа, атрымаецца вось такою прыгожай і напэуна вельмі смачная печава. Але гэта, вось шкадаш, што гэта хапая ненадолгу. Вось, ну, на адзін вечар раніцца і гэта гаўжу не будзе. Муж рані мене падымаецца, карававась. Пагэтаму гэта гаўжу раніцца і не заважаю. І трэба нешта думаць на вечар знов. Такому мужу можна выбіхаць нават два разы на дзені. Вы падтрымаецца мене, студы? Вось, я думаю, што мы абавязкова пакаштуем пасля пюрадачы. Бо зараз, ну, я ўжо гляжу, як гараць в очы ў нашых глядачоў. Дякую вам за падтрымку, дарэчы. Скажыці, калі ласка, вось ў дзел ў конкурсі, гэта сапрауды не першы раз. Галачка сказала, што шмат разоў. Да, гэта на саму справе так. Які ашчы конкурсы были? Вось, гады два назад, мне здаецца, мы ў дзельничали ў конкурсі лепша маладай сям'я. Гэта районны был конкурс? Районны был конкурс, там мы заняли перша месца, потым мы прайшли на обласны этап. Там мы трэцца месца узяли, вось. Пагэтаму трэцца месцам гэта заваршыласе. Я думаю, што конкурсы яшы наперадзе. Тым больш, што я, мне падаецца, можна і не аднаразова ў дзельничать ў конкурсі уладар сяла. Вось, таму што мы ведаем, што вось ў гэтам годзе заняла сям'я з Минска перша месца яны заняли. Але мы чыталі і ў газетах, вось ў нататках было, і на сайте БРСМ было написано... Што яны другі раз? Што яны ў минулым годзе ўжы удзельничали ў гэтам конкурсі, навыц не пращы на обласным этапе. Яны там заняли трэцца, мне здаецца месца, але вось я докладна не памятаю. А ўжо ў гэтам годзе яны выправіли ўсе свае недахопы, ўсе минусы, і вось яны с такой ўжо перамогай на рэспубліце яны узяли перша месца. Ну што, мыта ў вас добрые, я думаю, хоць вы іх і не агучыли. Але вось чамусь... Ну, я не ведаю, можа час пройдзе, но і знову можна паудзельничать, але наш штата катагарычна супрать гэтага. Па кульшто... Вось да, паудзельничаль, хопець. Гэта ён стаміўся просто, клопат, ушмат. Ну а десь типа лету, типа весне скажи, а давайте ёжо поспробуем, зробим другую попытку. Так, Андрей? За зиму отпочивши. А уже так? Да, может так. Ну, добро, уж он саджайся. Уважаемые телезрители, мы возьмём небольшую паузу. Звоните, пожалуйста, 34 22 43 номер телефона, и, пожалуйста, пишите вайбер. Знакомьте нас с вашей деревенской историей. И поделитесь мыслями, что нужно сделать для того, чтобы деревня стала ещё более привлекательной. Уважаемые телезрители, я приглашаю в студию человека, который хорошо знает не только молодую, креативную семью Давыдовых, но и много других, не менее талантливых семей Гомельской области. Поприветствуем Юлию Липовскую, второго секретаря Гомельского областного конкурса Белорусского Республиканского Союза Молодёжи. Андрей, а вы там заканчивайте. Да, 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 несколько прутиков. И приходите к нам. Скажите, Юлия, за Давыдовых переживали на республиканском этапе конкурса? Переживали не только мы, но переживала вся область. Я думаю, что не найдётся такого места, такой деревеньки, такого города на Гомельщине, которые бы не отдали свой голос в процессе онлайн-голосования, потому что до начала конкурса каждая семья представила свой видеоролик. Вот кадры вы уже видели о своём сельскохозяйственном подворье. Все ролики были опубликованы на республиканских интернет-ресурсах. И наш ролик, ролик нашей семьи стал победителем. То есть в этой номинации... Мы набрали самое большое количество голосов. Если вы помните, у нас был эфир до этого. Я очень призывала зрителей голосовать, поэтому спасибо всем тем, кто отдал свой голос... Я отдавала свой голос. ...за нашу семью. За семью Давыдовы. Кстати, а корзины плели на конкурсе? Да, да. То есть эта закалка ещё конкурсная? Да, была на конкурсе. Корзинка плелась, да, на подворье. Законченность конкурсу так самая. А, восемь, да. Не поспели закончить. Я заразумела. Талисман. Вы ключно, вы ключно. На вот таких кошек привезли до нас. И всё у господарцы спотребится, так? Юля, скажите, как вы оцениваете конкурс «Властелин села» этого года? Областной этап, если говорить о том, как он у нас проходил в области, конечно же, с подвижки есть. Мы растём. И в этом году впервые на областной этап нам удалось собрать 11 молодых семей Гомельщины. Это тоже, безусловно, победа, успех и наш как организаторов. Ну и, соответственно, вы знаете, есть такая истина негласная, что победы нужно планировать. И вот, наверное, благодаря тому, что мы провели в 12 районах отборочные этапы, такого тоже, могу сказать, за последние лет 5 точно не было, нам удалось промониторить, скажем так, выявить, отсмотреть эти семьи. Ну и вот результат мы видим призёры республиканского финала. Результат прекрасный. Ещё какие призёры, и именно им, или Юле, возможно, есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Скажите, как вас зовут и ваш вопрос. Меня зовут Наталья Алексеевна. Богомольник вопрос. Ещё вопрос у меня нет. Я только хочу передать щирое приветствие семьи Давыдовича. Андрей и Таня. Это наши бывшие студенты, которые нас всюду радовали. Памятая мы до этого, как Андрей играл на гармонику, как спевал хороша, танечку его степлую. И я вельми рада, что у них всё доброе склалося по жизни. И передаю от всех нас им щирое приветствие. А вам великий зякой. Потому что мы глядим на эту передачу, и некоторые коллеги мои кажут, не утрымливают слёзы. Такую слёзы настолько приемно их бачить и чуть нашу милую и родную мову мать. Ой, дякую. Нам вельми приемно. Наталья Алексеевна, вельми приемно было у вас отчуть. Наталья Алексеевна, вы не поверите, сегодня сгадывали вас Валентину Станиславовну Новак и всех выкладчиков, которые работают в Гомельском державном университете на Филфаку. Так было? Ну что, давайте я ещё про конкурс. Мне вельми цикаво. Скажите, Юлия, а какие яши, я уже по-белорусску, ну, какие яши выпробования, скажем так, тикавые выпробования, организуя Белорусский Республиканский Союз Молоди для семей, которые живут на селете, просто для молодых людей, которые еще не створили свои семьи? Ну, все наши проекты, могу сказать, что они направлены на молодежь, и мы не делим на сельскую, на городскую. Что касается сельской, это, пожалуй, такой единственный уникальный проект для семей, которые живут на селе. Кроме того, мы ежегодно поддерживаем молодежные уборочные экипажи, которые принимают участие в уборке зерновых сельскохозяйственных культур. Это и молодые водители, молодые комбайнеры. И в этом году у нас были даже молодежные экипажи с участием девушек. Это тоже уникальный своего рода случай. Ну и по итогам, конечно же, победители, те, кто перевез, и те, кто убрал, рекордное количество будут отмечены также Союзом Молодежи, ценными призами и подарками на областном фестивале Тружеников села Дожинки-2017, который в этом году пройдут в Житковичах, как мы знаем. Я еще хочу вернуться. Вот сейчас мы видим фото с дымки, с конкурса. Приемно видим. Сейчас вся Баршовка сидит перед телеэкранами. Запрашиваем телефоновать, даречи, Баршовка. И хочу спросить, что это за такой предмет, который помог вам перемогти в этом конкурсе? Уладар Сяла. Нехай Андрей расскажет. Ну, это наша семейная заступница, икона Божьей Матиня Палимая Купина. Вы не привезли ее? Привезли. Галочка, принеси, калиласка, да помажи нам, покажем усім. Рассказывайте, Андрей. Зробленная своими руками з нагоды нашого Статьяны Веселля. Только я узял ось... Своими руками, это у докладницы, чьи руки? Мои. Я робил. В образ, в образ календарка, звычайного, настенного, який ось мы можем набить у книгарнях на каждый Новый год. Я выразил, рамку сбивал, робил сам, и фольга. Вот эта звычайная фольга, и бисер. Выдавливалась, и оклад таки робился. Рабився. Потым у суседней вёсцы, Поповка, у нашего батюшки, я принял благословение, и он ее освятил, и зараз она является нашей заступницей. Оберегая наш дом, нашу семью, ну, головная от пожаров, она и называется неопалимая купина от пожаров. Ну, и... Ну, як бачим на конкурсах, допомагаю, Влада Руселла. И допомагалась нам, да, як бачим на конкурсах, так само. На областным, а потым на республице. Отримливали благословение от своих батьков. Дякую, Андрей. Дякую за информацию. И слухам я ще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорите, коли ласка. А так, я бы хотел поздравить Давыдовых. Ну, так мне такая эмоция. Я давно наблюдаю их. Ну, поздравляю их. Второе место. А вы их ведаете? Что-что? Вы знаете их? Лично? Ну, я видел их по телевизору, по ютубе. А-а-а, текавятся. Дякую. Да. И вы хочете повиншовать их с перамогой и пожадать у всех у наилепших? Занимаю, они второе место. Я бы хотел, они занимали первое место. Ну, думаю, они знали свои где-то недостаток. Думаю, в следующем году будет они все исправить, займет первое место. Я очень болею. Очень. Я видел их, и голос свой отдавал за их, что я их уважаю, поздравляю. Я, ну, живу в Гомеле. И, как говорится, горжусь им, занимаясь такое место. Желаю всего хорошего, всего доброго. Дальнейшего, чтобы... Мы вам тоже желаем только добра, радости и счастья. Спасибо вам за телефонный звонок. Благодарим. Какой-то бухт. Уважаемые телезрители, сразу после рекламы я предлагаю вам стать экспертами в огородном деле, в том деле, которым очень, которым очень хорошо владеют наши гости. Центр природного земледелия «Сияние» представит свои наработки. Уважаемые зрители, я напомню, тема сегодняшней программы «Деревенские истории». Звоните нам 342243 и пишите в Вайбер. Поделитесь мыслями, чем вас привлекает деревня и что нужно сделать, чтобы в ней оставалась молодежь. Пока нам еще, к сожалению, привычнее слышать, что молодежь из деревни стремится в город, а не наоборот. Наш следующий гость родился, рос и учился в городе. Но в процессе жизни понял, что и его интересы и бизнес завязаны на деревне. Именно там у него экспериментальная аграрная площадка. Там он собирает экологичный, полезный во всех смыслах урожай. И, к слову, не падает от усталости в конце сезона. Представляю всем зрителям и гостям Сергея Кривенкова, руководителя Центра природного земледелия «Сияние». Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Скажите, вот чем вас привлекает деревня? Я тут всем объявила, что вы сделали, ну, скажем так, сделали свое дело именно в деревне. Деревня меня привлекает прежде всего это своим спокойствием. Потом очень приятно, что в деревне всегда дышится свежо. Хороший ответ. Но я раскрою, наверное, интригу. Я скажу, что вы получили IT-образование. И как вышло, что IT-шник переехал в деревню поближе к земле, где занимается не просто теория, а практикой? На самом деле, все просто. У каждого, наверное, из присутствующих и у многих телезрителей, у родителей, у бабушек, у дедушек есть свой дачный участок. И мне, как сыну, приходилось всегда родителям помогать в детстве. Ну, и помощь эта заключалась в том, что нужно было прежде всего сыновья что делают? Ну, перекапывают, наверное. Совершенно верно, да. Это перекопка. Пашут, да. Это было не очень-то приятно на самом деле. Если, допустим, дочери достается прополка, это еще, на мой взгляд, Ну, что тоже не очень приятно, девочки, подтвердите. Да, это еще хуже, чем перекопка. Но так вот, когда я узнал, что можно на самом деле хозяйничать и получать хороший урожай без вот этой вот ненужной операции и при этом еще и получать удовольствие от земли, мне захотелось об этом узнать больше. И, собственно, с этого все и началось. Большой ли у вас участок в деревне? 25 соток. А большой это малый. Вот ребята, может, скажут, что это капля в море. Сколько у вас, Андрей? А дачники? 40. 40. Колесо 40. Ну, дякую Богу, что не гектар. Да. Вот так скажу. Что вы на участке выращиваете? Ну, выращиваем все. Выращиваем овощи. Есть свой плодовый сад. Как старые деревья, которые уже достаточно давно плодоносят. Также есть и молодые посаженные нами уже деревья. Также выращиваем ягодные кустарники. Куднику. Я попрошу нашего режиссера в поддержку слов Сергея вывести на экран видеоматериал. И, а вы, Сергей, кстати, расскажите, какие культуры у вас любимые? Ну, если говорить про овощные культуры, то нам, ну, любимые это, наверное, потому что они нам легче всего удаются, скажем так. Легче всего, лучше всего. Да, мы получаем хорошее урожае. Это томаты. Это томаты. У нас есть теплица, есть томаты, которые выращиваем на улице. Также очень нравятся перцы. А перцы какие красивые были. Да, любим перцы. Ну, из плодовых слива вкусная всегда, яблоки. Любим очень клубнику. Дочь просто обожает голубику, такую ягоду. Может, не все слышали, но она очень сладкая, вкусная. Кто любит чернику, голубика точно понравится. Главное, кислоту подливать вовремя, говорят. Ну, это, чтобы хорошо подоносило. Так, как вам, Давыдовы? Вы эксперты сегодня в программе. Как вам видеоматериал? Понравился у вас? Конечно, добрый. Перцы, томаты, сливы, яблоки. Так само, да. Все есть. Можно сказать, не отстаем. Не отстаем, да. Молодцы. Я знаю, что вы тоже для деревни не чужой человек. Да, у меня есть своя деревенская история. Я тоже родом из деревни, и родственники у меня проживают большинство в сельской местности. Поэтому выйти на прополку, на уборку легко и даже в удовольствие. Спасибо большое. Сергей, вот 10 лет в Гомеле работает Центр природного земледелия «Сияние». Основная ваша деятельность это обучение садоводов методом земледелия. Вот как проходят занятия? Это только лекции или, может быть, и практические занятия на земле? Ну, да, все верно вы сказали. Мы в нашей деятельности обучаем садоводов. Обучаем получать хороший урожай. Причем у нас стоит задача получить экологически чистый урожай. И при этом, что мне больше всего понравилось в этом природном земледелии, это, собственно, то, что не нужно тратить много времени и сил. Занятия проходят по-разному. Для того, чтобы занятия проходили интересно, мы для своих садоводов каждый год готовим эксперименты. Точнее сказать, мы готовим их для себя, но результатами делимся уже непосредственно на наших занятиях. И они сами могут у себя на участках проводить эксперименты. Верно, многие садоводы этим и начинают заниматься. А давайте спросим у Давыдовых, они эксперименты проводят или всегда, вот как принято, как родители делали? Или экспериментируете на грядках? Ну, в первую очередь, мы же попираемся в опыт наших протоков. У дядов, у бочков, да, крышечку протремливаемся, потому что росли на этом. Но с каждым годом потихонечку что-то свое уносим. Так само, да. Сбробуем. Даже на грядках креозит, да? Сбробуем. Один раз он мне покомандовал помидоры посадить не в том месте. Вот я знаю, что она солнечная, и вот именно здесь хорошо у нас родили. Вот присушилась его. Больше там не садим. Ну, как-то неудачно. И вот уже который год я сажу на одном этом месте, и он всегда ворчит, что ты уже надоела, садишь уже пятый год на одном месте, надо место менять. Но они нас там хорошо плодоначивают. Да, на суперокусамуя на правах. Вот мы послушаем Сергея. Я уже все. Кстати, попробуем его попросить чуть позже прокомментировать этот момент. Как так? На одном месте все хорошо растет. Хорошо. Но вот для ведения природного земледения пригодны любые семена, любой инвентарь, любые удобрения или что-то есть особенное? Если говорить про семена, семена, самое главное, чтобы они были качественные. Хорошая всхожесть. Если говорить про удобрения, то, конечно же, мы в своих методах ни в коем случае не используем химических удобрений. По нескольким причинам. Это вредно и для земли, это вредно и для человека. Это раз. Второе, это вложения какие-то дополнительные. У нас здесь есть эти удобрения, вот образцы, или нет? Или это большие пакеты, и вы сюда не принесли? То, что мы используем, самое главное, что нужно для того, чтобы получить хороший урожай, это даже не удобрение. Может, я кого-то... Хорошо, я тогда спрошу так. На чем основаны принципы природного земледелия? Вот чем этот вид, или, я не знаю, метод, способ отличается от других? Традиционных. Ну, вообще, их-то методов несколько. И если так говорить, что базируется он прежде всего, первое, это метод, который мы называем рыхление. То есть, ну, по старинке все привыкли копать почву, но в природном земледелии земля обрабатывается неглубоко. То есть, это поверхностное рыхление. Ну, инструменты, которые позволяют это сделать, мы в передаче сегодня еще увидим. Покажем. Да. Второе, что это внесение в почву большого количества органики. Причем, органика, это не то, что привыкли. Это не навоз? Не навоз, совершенно верно. Если хотите, я могу про навоз сказать. Вот сейчас, знаете, сидят Давыдовы и посмеиваются. Думают, как же без плуга обойтись? А как же без навоза в деревне? Только навоз. Только навоз и только плух. Клади гной возне флой. Понимаете? А можно я... Можно, конечно. Что такое навоз, в моем понимании? Значит, навоз, это, ну, в идеале, корова прошлась по лугу, покушала травки. Согласны. Да. Это же еда, еда. Правильно. Она из этой травки взяла для своего тела питательные элементы, отдала еще молочка. Рога у нее иногда растут, правильно? Почти всегда. Да. И плюс еще... Жерсть хорошая, копыта. В итоге она дала немного навоза. Согласны? Да. И мы этот навоз берем... Берем много дала навоза. Да. Вот у хороших хозяев дает много навоза. Но зачем брать побочный продукт, если можно взять первоисточник? Отход, по сути, да? Да. То есть мы... Что вы имеете в виду в первоисточнике? Траву? Трава, да. Трава, в котором очень много полезных элементов. Главное, эту траву правильно использовать. Хорошо. А как ее использовать? Ее укладывать на грядки? Она же и так там растет. А вот вы сами знаете, значит, ответ. Явно у вас есть садовый участок. Ну, да. Да. Пусть она растет. Но любой дачник, любой человек, у которого есть участок, скажет, сорняки нам не нужны. Поэтому эту траву нужно укладывать в скошенном виде. То есть скосили, где-то даже если выдернули сорняки, главное, чтобы вы этот слой, который укладываете на грядки, поддерживали, ну, где-то сантиметров 5-10. Иногда садоводы слышат такое умное слово, как мульчирование. Это как раз-таки вот прикрытие почвы любой органикой. То есть всю свободную землю, по сути, нужно укрыть травой. Да. Я вам более того скажу. Сейчас вот у нас осень, и многие садоводы что делают по старинке? Дачники наши что делают? Листву что? Сжигают. Сжигают. Ботву сжигают. Так я вам скажу, что умное издание даже рекомендует собрать из-под плодовых деревьев все листья. Согласны, да? Потому что там листовертки, наверное, еще прочее все. Да. Вот. А вы говорите собрать и... И эту органику использовать себе на благо. Точнее, на благо нашим растениям, которые мы посадим в следующем году. Я думаю, что компост вы делаете. Обовязково. То же самое, возможно, вы делаете так называемые теплые грядки. Не слышали? Это очень просто. Вот телезрители, я думаю, что знают, что такое теплая грядка. В основном садоводы под огурцы это делают. Берется вся органика, которая есть, сваливается, условно говоря, назовем это грядкой. Может траншея, может быть высокая грядка. И затем в следующем году в эту грядку... Ну, мы еще добавляем туда полезные бактерии, чтобы там не было как раз то, про что вы говорите. Чтобы там, если попадет больная листва, чтобы те, допустим, бактерии, которые в тех же микробиологических удобрениях содержатся, нету. Это вот как раз то, что вы говорите, да? Это микробиологические препараты серии сияния. Возьмите в руку, покажите, пожалуйста. Ну, я покажу вам... Допустим, начну с первого сияния. В принципе, мы... У нас не очень много времени, поэтому так вот... А я коротко. Да. Я коротко. Первое сияние мы используем при внесении в почву весной, осенью, летом. Поливаем грядки, дальше опрыскиваем. У кого-то болеют томаты? Болеют наверняка. Ну, конечно, фитофтора... Да, эти полезные бактерии, это как, ну, скажем так, наши помощники. Они эту фитофтору уничтожают. Причем они очень безопасны, безвредны. Если, допустим, кто использует химические средства защиты, то нужно ждать там месяц, где-то 20 дней, чтобы потом скушать что-то с грядки. То здесь ждать не надо. Можно в этот же день... А здесь поливаешь, и можно на следующий день. Ну, и последнее, про что скажу. Вот третье сияние, это тот же самый компост, если кто делает. Бактерии мы добавили, и этот компост очень быстро готовится. То есть осенью я сейчас просыпал у себя на участке и грядку теплую, и те же самые компостные кучи. И весной у меня готовы удобрения. И бактерии делают свое дело. Совершенно верно. Сергей, есть у нас телефонный звонок. Давайте слушать. Добрый вечер. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, Гомель. Скажите, как вас зовут для простоты общения? Меня зовут Михаил. Михаил, очень приятно. Есть у вас вопрос к Давыдовым, к Сергею по природному земледелию, а может быть к Юлии? У меня вопрос к Сергею как раз-таки по природному земледелию. Пожалуйста. Значит, вопрос в следующем. Понятно, что в каждом деле есть свои тонкости, в том числе и в природном земледелии. У меня родители и бабушка увлекаются, в принципе, выращиванием растений на даче в деревне. А вот. И хотел бы спросить следующее. Если нет возможности, ну вот обратиться к вам, например, в школу, существуют ли какие-нибудь материалы, возможно, интернет-ресурсы, которые помогут освоить... Источники информации. Да, да, да. Чтобы понять тонкости этого процесса. Спасибо, Михаил, спасибо. Да, спасибо за вопрос. Конечно же, существует. Мы свои занятия в свободном доступе выкладываем на YouTube-канале. Вы можете найти, набрав просто сияние, Гомель или же природное земледелие в Гомеле. Также у нас есть сайт, работающий в интернете. То же самое сияние, Гомель набрали, и вам он выдаст адрес сайта. На экране есть этот адрес. Собственно, если в Гомеле нет возможности приходить, спокойно пользуйтесь интернетом. Сейчас действительно очень много информации. Ну и в том числе вот информация, та, которой мы располагаем. Мы тоже стараемся в виде истатей и делимся своим опытом, своими экспериментами. Спасибо, спасибо, Сергей. Я предлагаю перейти в сиреневую зону к практике, потому как я вижу здесь у нас специальные, я не знаю, как их назвать, лопаты, не лопаты, тяпки, не тяпки. Что же это? Пожалуйста. Что же это? Так. Ну, я уже говорил про инструменты, которые облегчают работу. Это инструмент называется плоскорез Фокина. Они, как правило, используются в наборе. Собственно, с них я сам начинал обработку методами природного земледелия. Но они для чего? Для чего, Сергей? Для всего? Нет, не для всего. Самое главное, для чего он был предназначен, это для того, чтобы заменить лопату. То есть мы рыхлим этим плоскорезом грядку. Можно использовать... Вот так просто тянем, да? Совершенно верно. Можно вертикально, как мини-плужок. Можно с этой стороны пользоваться им. Но, вы правильно заметили, он инструмент очень универсальный. Порядка 20 видов работа выполняет. И многие дачники используют его... И срезать траву, наверное. Да, удобно. Да, верно. И прежде всего для того, чтобы скашивать сорняки. Траву срезали и уложили на грядки. Да. Либо на грядки. Если у кого-то уже есть садоводы, у которых травы на самом деле много, лишней, они укладывают это в компостную кучу. Вот, допустим, вы держите малый плоскорез, им удобно в междурядьях, где лук, морковка, чеснок, там, где узкие рядки, им хорошо там работать. Хорошо. Сергей, а вот так, нет? Вот так. Пожалуйста, так. Но вы делаете ошибку, вы наклоняетесь. Плоскорезом нужно пользоваться, ну, я скажу это так, ближе, конечно, движение, как к косой похоже. Спина ровная и работаем так. Если вы становитесь... Это легко получается? Да, это легко. Или все легче, чем тяпкой, да? Это легко, совершенно верно. Тяпкой идет нагрузка на поясницу. Я Таню хочу позвать сюда. Таня, идите попробуйте. Андрей, а вы у Сергея возьмите, попробуйте. Как вам, понравится такое? Вместо тяпки плоскорез. У нас такого нет, да? Непривычно. Ну, у нас таких, да, нема, на самом деле, мы с праве. Мы непривычно, да. Мы традиционными копаницами, тяпками нашими... Наклоняемся, томимся. Ну, это требует поспробовать на земле. Ну, добавляйтесь, добавляйтесь. Проезжайте до нас с удовольствием. С плоскорезами. Вы рядом со всем приеду обязательно. С командой проезжайте и с набором таких плоскорезов. Добро. И поспробуем. Будем спалось. Добро. Ну, что, кладем сюды и я хочу попередить наших глядачу, уже на белорусскую мову перейшла, что у нас тут с самого початку программы нечто гудить. Давайте раскрым секрет. Что же это гудит? Это сушилка. Но об этом немного позже. Сергей, я смотрю, вот это образцы, скажем так, тех овощей, фруктов, клубней, которые вы вырастили на своем участке. Все правильно, да. Я принес, ну, то, что было, собственно говоря, еще не съедено. Но я хочу отметить вот эти две луковицы. Эту луковицу, одну и вторую, вырастила наша садовод из семечек. Так. Нина Александровна принесла к нам в магазин и мы садоводам показываем, что вы можете тоже точно так же выращивать, используя методы природного земледелия. Ну и все остальные тоже овощи мы тоже выращиваем. Ну, все симпатичное, все таких нормальных размеров, не гиганты, ну, кроме луковиц. Вот. А картошка тоже хорошая в этом углу. Конечно, хорошая. Вот. Ну, гляньте, ну, какая замечательная. Хорошо. Вот прям радости добавила эта картинка. Ну, а вот как у природного земледелия с хранением продуктов? Тоже есть свои особенности с хранением продуктов. И методы свои, да? Да. Нам очень понравился такой способ хранения, как сушка. Во-первых, сушеное... Ну, говорят, это наряду с заморозкой очень-очень эффективный способ, который позволяет сохранять все вещества нужные. Совершенно верно. Более того, есть данные, по которым сказано, что в сушеном сохраняется больше витаминов, чем в замороженом. В замороженом. Ну, здесь я принес опять-таки сушености, которые еще не успели скушать. Которые остались. Да. Ну, я хочу сказать, что тут много всяких вариантов. Есть такие необычные... Курма, апельсин, морковь. Это... Абрикос. Это абрикос. А это? Дыня. И... Это яблоко. Яблоко. Так. Ну, давайте покажем еще и на этом блюде. Яблоки традиционно. Нет, это груши. А, это груши. Просто они светлые. Яблоки рядышком. А что вот это за прекрасные трубочки? Эти трубочки, если я, разрешите, одну возьму трубочку и разверну. То мы поймем, что это. Возможно, кто-то поймет, что это. Это называется пастила. Это такой продукт, который можно приготовить, но я бы сказал, только, наверное, на одной сушилке, потому что не все сушилки позволяют это делать. Так вот, пастила, я ее положу на место, вот сюда. Да. Она очень привлекает всегда внимание на праздничном столе. Я скажу вам, что все здесь привлекает внимание на праздничном столе. Галочка, иди сюда. Тебе понравится такое? Иди-ка, посмотри. Вот, давай, давай. Нравится тебе такое угощение? Попробуешь что-нибудь? Чтобы сказать понравилось, надо пробовать. Давай, что тебе нравится пробовать? А вот бери пастилу и пробуй. Вот прям тут и пробуй. Давай. Давай, мы будем разговаривать, а ты пробуй, потом нам расскажешь, вкусно или нет. Так. У нас, между прочим, когда на праздничный стол выставляются сухофрукты, стоят печенье, конфеты, любые сладости. Все тянутся сюда. Сухофруктами. Хорошо. Только один раз попробовал, сразу хочется еще. Я еще вижу вяленые томаты. Это то, что очень модно и то, что сейчас привлекает. Все верно. Иногда у нас бывает сверхурожай. То есть много томатов, не знаем, что с ними делать. Ну, кто-то сок готовит, а приверженцы природного земледелия сушат. Так. Да, мы их сушим и сушим тоже в такой сушилке. Она работает, уважаемые телезрители, гудит, слышите? Все верно, да. Мы их сушим и потом добавляем в борщи, в супы. Иногда дочь у нас просто хрустит ими. Ну, они достаточно приятные по вкусу получаются. Когда из томата выходит влага, там остается много сахаров и он, ну, сам такой сладкий сам по себе. Обещайте, что мы попробуем после программы. Обещаю, конечно же. А пока у Галочки спросим, Гал, как тебе? Пастила. Вкусно? Вкусно. Молодец. Хорошо. Я попрошу вас, Сергей, пока посмотреть, что там получается у нас. А я пока приму телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, кто вы, представьтесь. Я мать Татьяны, Ирина Михайловна. Ирина Михайловна, мы вас святаем. Вы из Меркуловича телефонуете? Да, Меркулович, мне вельми приемно чуть-чуть бачить свою дачушку по телебаченню, всей семье. Я их поддерживала, ездила разом с ними на республиканский этап конкурса, все это бачила своими вачим, а допомагала им. И хочу сказать, додать, что у глубоких Андрей мой зять просто, не ведая, как сказать по-белорусскому, а боял, покорил зрителей своим талантом. И если бы был приз зрительских симпатий, он бы был, несомненно, Андрея. Ну, треба затвердить обовязкова Юля, унесите пропанову, затвердить приз для дадских симпатий. Я все хочу сказать, что мне вельми подобается то, что Татьяна связала свою жизнь с вёздкой. И вот, отвечая на ваш вопрос, чем привлекает деревня, хочу сказать, что мы с мужем так само прожили у вёздки много годов. И хочу сказать, что тишиня, чистая поветра и жить, например, в городе, не бачить этих пудовных краевидов, сядеть на четвертым поверхности, на яким там, и не иметь махчымасти походить по сарож по земле, я лишу, что это вельми крыльно. И я бы чувствовала себе у житти, чем си обзеленной, вельми важным, чем си. Дякую вам за ваш водку, дякую за телефонование, запрошайте у всех у вёздку. Ну, от Давыдовых мы уже запрошение отримали, до речи, от Сергея Кривенкова я еще не. Не отримали. Не отримали, но я запрошаю у всех на уроки, так? Обовязково. Обовязково. Чую белорусскую мову и... И так само перехожу. Ну, это аплодисменты, так само. Давайте по-русскому. На самом деле природное земледелие, оно интересно. Мало того, что интересно, оно еще и приятно. И всех садоводов, Гомеля, приезжие к нам приезжают из Добрыша, в том числе, из района люди. У нас на редкость так получилось, что в Гомеле среди всех городов республики только есть один центр природного земледелия. В других странах есть, а вот в Беларуси только в Гомеле. Так вот, я приглашаю всех дачников на нашу школу садовода, она бесплатная. Вы на школу можете записаться, придя к нам в магазин. Более того, я вам скажу, что каждому из телезрителей, кто придет с кодовым словом в наш магазин, кодовое слово очень простое, Добрый вечер, Гомель. Тут сочетание Добрый вечер, Гомель. Приходите в магазин, кстати, да, на баннере можно его адрес прочитать. Да, на советской мы находимся. И благодаря этому слову наши сотрудницы, которые, кстати, очень хорошо консультируют, если есть вопросы, спрашивайте всегда, они вам приготовили приятные сюрпризы. Так что приглашаем всех желающих. Напоминаю, школа у нас проводится зимой, поэтому сейчас самое время урожай собрали, высушили, сохранили, отдохнули немножко вот месяц где-то на отдых, ноябрь. И с декабря по март прямо вот трудовые будни начинаются. Ну, на самом деле, раз в неделю всего лишь. Бесплатно? Конечно же, бесплатно. Да, вы, да. Подавляющее большинство садоводов у нас люди уже и в возрасте, но последние годы, что очень приятно, все больше и больше молодых. Это очень здорово. И мне очень приятно, что вот в гостях семья, которая также живет на земле, потому что я считаю, что люди, которые живут на земле, они очень трудолюбивые. Ну, и еще мое такое личное мнение, что человек, который работал с землей, он более открытый, чем человек, открытый, жизнерадостный, добрый, чем человек, который вот не почувствовал этого. Абсолютно точно. Всем рекомендую. Сергей, давайте все-таки посмотрим, что же получилось в этой чудо-сушилке. Ну, здесь сначала буквально минутка у нас. В передаче мы положили томаты, они уже подсохли. Смотрите. Да, они уже такие вяли. Ну, подвялили, скажем так. Да, 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 да. Да. Вот. Очень хорошо, наверное, видно, да? Да. И я хочу дополнить, иногда очень вкусно те же самые яблоки, вот, их можно подвялиными кушать. То есть сушилка-то работает. Вы, допустим, Их несколько этажей, я так понимаю, да? Да, здесь пять ярусов. То есть вы можете... Ну, и вот лист для пастилы, про который мы говорили, тоже есть. И вы можете подойти в любое время, открыть, попробовать, понравилось, скушали вяленые. То есть даже в ходе сушки можно открыть, попробовать и сделать. Потом хозяйка подошла, а там ничего нет. Ничего страшного. Ну, немножко обидно, но и радостно. Полезная продукция, ведь правильно. Сергей, сушилку тоже можно найти в магазине? Совершенно верно, да. Мы ее отобрали из многих других, которые предлагаются. Еще и по причине, вы заметили, что можно нарастить поддоны. Да, можно поставить дополнительно до 30 поддонов, и тогда будете сушить за то же время уже большее количество. Нам это понравилось. Спасибо. Уважаемые телезрители, я хочу обратить внимание. Добрый вечер, Гомель. Это кодовое слово, если вы посетите магазин «Сияние». «Сияние», так? На советском. Все верно. Приходите, приглашаем всех. Отлично. Ну, а я хочу напомнить вам тему сегодняшней программы «Деревенские истории». Пишите нам в Вайбер, звоните, рассказывайте, как думаете, чем молодежь можно привлечь на село. 34 22 43 номер нашего телефона. Телефон Вайбер вы видите на экранах. Интересы молодежи с регионов разнообразны. Вот, казалось бы, какая связь существует между деревенской жизнью и белорусской ассоциацией клубов ЮНЕСКО? Оказывается, существует. Клубы ЮНЕСКО созданы для неравнодушных людей, для тех, кто хочет познакомиться с культурным наследием других стран и рассказать иностранцам о своем. Подробности узнаем у нашего гостя. Знакомьтесь, кто еще не знаком. Владимир Александронец, председатель Гомельского областного отделения Республиканского общественного объединения Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Елена. Но, вы знаете, дорогие друзья, я хочу сказать, что вот те примеры, которые мы сегодня видели и по природному земледелию, и это прекрасная инициативная семья, это яркий пример того, как мы можем связать деревенские истории и устойчивое развитие регионов, то, чем в целом занимаются клубы ЮНЕСКО. Конечно же, прежде всего, будущее деревни, будущее любого населенного пункта, его устойчивое развитие находится... Это в руках молодежи. Не только в руках молодежи, а прежде всего в руках конкретного человека, инициативного, горящего и желающего улучшить свою окружающую действительность. И, конечно же, клубы ЮНЕСКО, как проводники идей таких международных организаций, как ООН и ЮНЕСКО, они призваны как раз таки популяризировать ценности, идеалы этих организаций, говорить о том, насколько важно сегодня заниматься, говорить об устойчивом развитии регионов. И, конечно же, у клубов ЮНЕСКО есть уже свой опыт в этом развитии, и, к слову, необходимо сказать, это большой проект, который впервые поддержан самой организацией ЮНЕСКО. Это проект, который реализует наша республиканская организация участия молодежи в устойчивом развитии регионов Беларуси. Мы учим молодежь, молодых людей обратить внимание на проблемы, на те точки, которые могут стать отправными в развитии того или иного населенного пункта. Мы давайте спросим, есть ли в той местности в Борщевке, в Добрушском районе, ну, в самом-то Добруше, да, есть такие достопримечательности, что-то такое уникальное, с чем хотелось бы познакомить иностранцев. Может, архитектурные какие-то особенности или крыница какая-то святая, что-то. Вы вот подумайте, еще поучаствуете в проекте ЮНЕСКО. Ну, галочка так точно поучаствует. Сергей, вам есть что сказать по этой теме в вашей местности, где у вас участок? Есть какие-то особенности архитектурные? Нет, архитектурные особенности мы создадим. Если вопрос в этом, мы создадим, да. Спасибо. Владимир, ну вот нам интересны проекты клубов ЮНЕСКО именно по Гомельской области. Что нового? Вот есть уникальное культурное наследие Беларуси и наверняка существовали какие-то конкурсные работы. Как много этих работ? Кто именно участвует в конкурсе? Пожалуйста. Действительно, в прошлом году Ассоциация клубов ЮНЕСКО и при активнейшем партнерстве Управления образования Гомельского областполкома областного дворца творчества детей и молодежи проводили шестой конкурс проектных и исследовательских работ ЮНЕСКО образование, наука, культура. Тематика этого конкурса была связана как раз таки с уникальным культурным наследием. Мы предложили нашим участникам конкурса рассказать о том малоизвестном, о том или же забытом, или уникальнейшем наследии, которое есть в их регионах. И то наследие, которое в перспективе может стать основой для туристического развития региона, но и в целом для привлечения внимания общественности и других заинтересованных к тому или иному населенному пункту. Вот, кстати, показывают у нас на экране, режиссер наш подобрал, это видеоматериалы, присланные на конкурс, да? Да, у нас конкурс проходил в номинациях, видеоролик, инфографика, фотоколлаж, мультимедийная презентация. Но также мы собирали и методический опыт, как педагогические коллективы работают и привлекают молодежь к сохранению историко-культурного наследия. И действительно, вот видеоролики, они могут стать основой для популяризации, широкой популяризации в сети интернет, на каких-то рекламных стендах, счетах наших учреждений, компаний, которые заинтересованы в том, чтобы их населенный пункт развивался. А видеоролик – это работа клуба ЮНЕСКО «Мы» из города Мозыря, которые очень активно занимаются кино-видеотворчеством и популяризируют его в том числе и историческое наследие. Прекрасно. А вот с помощью гармошки и бубна никто не защищал, никто не рассказывал? Пока не было, но я думаю, можно подумать о том, чтобы конкурс... Посотрудничайте с Добружским районом! Да, это очень хорошая идея. Но и, конечно же, есть еще один проект, который мы начинаем. Вообще примечательно то, что и сегодняшняя встреча, эфир программы проходит в рамках такого важного события. Это недели устойчивого развития в Беларуси, которые призваны обратить внимание на 17 целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития. И масса мероприятий прошла по всем областям Беларуси. И, конечно же, Гомельская область и клубы ЮНЕСКО не могли остаться в стороне от этого события. И мы в партнерстве с Музеем истории города Гомеля, с нашими национальными диаспорами начали уникальный просветительский проект «Гомельщина многонациональная, равнотолерантная», в рамках которого мы хотим показать, что не только в городах, но и в других населенных пунктах жили представители разных национальностей. И это носители уникальной культуры, уникальной истории, уникального опыта. Об этом наши гости знают, да? И действительно, мы хотим не только воспитательный эффект, но еще и закладывая далеко идущий туристический потенциал, а вместе с туризмом это и развитие экономики, это и развитие экологической составляющей. Конечно же, мы тоже в дальнейшем в перспективе в глобальной закладываем идею этого проекта. Есть у нас телефонный звонок, и я поторапливаю наших гостей. Давайте слушать. Добрый вечер! Добрый вечер, Гомель! Как вас? Вот сразу уже кодовое слово. Скажите, как вас зовут и ваш вопрос или пожелание? Семья Давыденко. Очень приятно. Я хочу передать большой привет из города Добруша. Хочу поздравить большую эту дружную семью Давыдов с победой. Пожелать им крепкого здоровья, творческих успехов как в работе, так и в труде. И я надеюсь, что глава семьи с его творческим подходом и его творческой хваткой все-таки будет продолжать принимать участие в конкурсах и все-таки добьется первого места. Большое спасибо, семья Давыденко. Спасибо. Уважаемые Татьяна, Галочка и Андрей, принимайте поздравления от семьи Титовых. Знаете вы таких? Желаем быть лучшими во всем. И вам поздравления. И еще один, нет, даже два сообщения. Вот такие. Кто живет в мегаполисе, на селе вряд ли приживется. Там пахать надо с утра до ночи. Но вот, уважаемый телезритель, тут вот нам Сергей подсказывает, что можно, в общем-то, трудиться, но не пахать. И отдыхать, и время находить для звезд на небе, и для песен птиц. Все верно. Если коротко, то за тонкостями приходите к нам в школу зодовода. А так, на самом деле, вот те методы, о которых мы рассказываем, которые сами пользуемся, они немного, да, все-таки высвобождают время. Вы знаете, вот, наконец-то, в Вайбере мне задали вопрос, ну, в моем лице, наверное. Интересно, а сотрудники ТРК Гомель смогли бы на пенсии переехать, жить в деревню и работать на огороде. А вы знаете, наверное, смогли бы. Ну, конечно, пенсия покажет. Ну, я могу сказать, что вот, во всяком случае, в теплый период лично я езжу каждый выходной в деревню. Ну, помогать, ну, бывает, помогаю, но птиц слушаю и на звезды смотрю. И знаю, как прополоть, и знаю, как косить, и знаю даже некоторые вещи. И уверена, что наши операторы, звукорежиссеры и режиссеры тоже готовы работать на земле. Спасибо за вопрос. И еще есть вопрос, Сергей, вам. Очень быстро, пожалуйста. Интересно, а как травить колорадов у приверженцев введения природного земледелия? Есть ответ? Есть. Есть два способа. Первый способ для тех, кому нравится, собирайте их. Для тех, кто этим делом не увлекается, есть просто биопрепараты. Биологический препарат, он безвреден для человека. Жук погибает буквально на следующий день. Через двое суток, если в окрестностях есть что-то съедобное, вы можете уже спокойно употреблять пищу. Будет возможность, на следующих передачах я могу подробнее рассказать об этом. Ну, вы знаете, тема довольно интересная. Приходите. Я думаю, что мы организуем еще деревенские истории. Травим, травим. А, вот, Давыдовы заинтересовались. Большое спасибо. Я еще раз хочу поблагодарить всех наших телезрителей за активную жизненную позицию, за ваши звонки, за ваши цитаты, за ваши мысли, которыми вы активно делитесь в Вайбер. Уважаемые телезрители, я хочу поблагодарить и гостей сегодняшнего эфира. Они замечательные люди, трудолюбивые, активные, креативные. Спасибо всем большое. Честь и хвала людям, стремящимся возрождать и поддерживать село. Благодарность каждому, кто пишет свою позитивную деревенскую историю. Это была программа Добрый вечер, Гомель. И я, ведущая Елена Троценко. До следующей встречи.